Я же имею право, я снимаю вопрос Ты меня вкручиваешь в тему, в которую я вот сегодня не хочу вкручиваться Вот в таким настроении, как у тебя сейчас, да, точно слона не продают Вот если ты переживешь хотя бы десятую часть, да, тогда, может быть, ты поймешь У тебя же нет миллиарда, понимаешь, о чем с тобой говорить? Ты какой бизнес вел вообще в своей жизни? Вот, чуть варкин там, попалёнку там Так вы обгоните нас, блин Ты ведёшь себя как следователь, ты не умеешь брать интервью Неинтересно с тобой Мне кажется, нашим зрителям хочется историй Они ждут истории от Сергея Полонского Поэтому очень хочется мне послушать историю одного дня Я не знаю дату, я знаю, что это было в декабре 2012 Как там всё происходило? Ну, я так себе представляю, это подготовка к Новому году, да? Закупленные ящики с шампанским Знаешь, смотри, смотри, первое, да, ну, значит, мы можем, конечно, пойти по этому пути, но я не думаю... Я не весь путь интересует, меня интересует только этот день Но я не думаю, что, скажем так, это интересный день, да, но я не думаю, что его можно словами описать Почему? Это первое, второе, я не думаю, что это принесёт какую-то пользу и кому-то будет интересно Третье, мне кажется, что какие-то есть другие компетенции, которые можно было бы интересно рассказать К ним мы придём И услышать А вот здесь вот... Я же имею право, я снимаю вопрос Нет, пожалуйста, просто... Точка Про тюрьму можем говорить? Вот в начале нулевых, когда были банкротства там крупных корпораций, включая НРОН, например, да, то есть там крупные топ-менеджеры, они садились Тогда появились тренинги или даже книги, где обучали, как предпринимателям воспринимать это и как себя вести в случае, если их отправляют в места не столь отдалённые Хотелось услышать от Полонского лайфхаки нахождение в СИЗО, то есть к чему готовится предпринимателям в наших, скажем так, нестабильных условиях Что? Но... Два вопроса подряд нельзя снимать А я не собирался снимать Отлично Значит... Как сказал один человек, говорит, у нас в России точно абсолютно, если ты занимаешься бизнесом, ты должен быть готов к тому, что ты можешь оказаться в тюрьме, да? Вот, знаешь, смотри, если брать просто одну вот эту тему, раскрывать, то у нас точно с тобой уйдёт два часа сейчас, да? Дать какие-то вот такие короткие лайфхаки, знаешь, там типа вот, вот сделай так, да, и всё будет в порядке Ну, наверное, тут действительно очень такой большой объём, вот, и сейчас я просто думаю буквально сейчас две секунды, как бы это сжать, так сказать, да, и, может быть, какие-то краткие вещи выдать, да, с одной стороны С другой стороны... Гид по выживанию Да, ну, ты понимаешь... Формулы нет, однозначно, да, общей, но самая главная вещь, это первое, что чему, так сказать, вот, где более... В тюрьме более чётко ты слышишь слова, да, то есть, вот, я что заметил, что в последнее время люди вообще как бы безответственно относятся к тому, что говорят В таких вжатых условиях, да, в критических ситуациях очень важно, как говорит человек, что он говорит, что он думает, что он делает И если у тебя в голове, значит, каша, если у тебя в голове есть какие-то тайные мысли, да, как сделать там плохо и так далее, они в любом случае вылезут И вот это может привести к катастрофе, если ты оказался, да, там, в СИЗО, там, или в тюрьме и так далее, то есть, важно очень... Не важно, вот тот, кто ты есть, тот ты и есть, да, то есть, не пытайся на себя надеть маску человека, кем ты не являешься, это точно абсолютно откроется То есть, будь искренне, такой, 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 такой и всё Какие примеры были? Личный опыт или, там, кого-то видел? Ты знаешь, вот смотри, давай, я попробую объяснить, значит, смотри, ты меня вкручиваешь в тему, в которую я вот сегодня не хочу вкручиваться Понимаешь, да? То есть, если бы ты мне, да, если бы ты мне сказал бы заранее, что мы будем создать прошлое, да, я бы выбрал бы другой день, понимаешь? Потому что невозможно, вот, например, я, скажем, у меня работа как шла, до четырех часов я занимался такими структурированными вещами, там, бизнес-план, финансы, там, и так далее А после четырех креативными историями, то есть, ты не можешь каждые пять минут перескакивать прошлое, будущее, значит, сегодня здесь и так далее То есть, ну, это, это получится каша абсолютная, да, и, то есть, для того, чтобы в любом случае, понимаешь, как бы, когда я начинаю что-то рассказывать, я закрываю глаза, переношусь в то время, да, соответственно, у меня, так сказать, опять вот эти вот, там, старые нейронные связи, тюрьма А, да я забыл уже про тюрьму, понимаешь? А разве это не... Я забыл про тюрьму, то есть, меня она на данный момент времени не интересует, да? А разве это не жизнь предпринимателя постоянно, быть разным? Нет, смотри, стой, еще раз, я говорю о том, что быть разным, конечно, да, но в данном случае технологический человек не может переноситься из прошлого в будущее, из будущего в прошлое в течение одной секунды и так далее, да, то есть, как бы, ну, так мозг устроен, да? Понимаешь, то есть, грубо говоря, если ты хочешь вспомнить прошлое, то активизируется затылочная часть, там, будущее отвечает лобные доли, да? Я хотел бы тему безопасности бизнеса затронуть, сейчас есть кейсы, вот, в прошлом месяце делал интервью с Федей Овчинниковым, там, знаешь, есть история с закладкой наркотиков в его заведениях Я, кстати, писал ему, я говорю, если хочешь, давай приходи к нам, снимем передачу, потому что, ну, безобразие происходит Он что, отказался? А? Ну, он, да, пока, ну, что-то не захотел Вот, что бы ты посоветовал Федора Овчинникову? Да, первое, значит, безусловно, значит, если такая проблема возникла, сразу надо позвать журналистов и рассказать, как оно есть То есть, ни в коем случае, когда вам говорят, да, давайте, сейчас потихо мы все это сделаем, ничего сейчас не работает и не летает эта технология То есть, обязательно нужно общественное внимание, только привлечение, когда есть общественное внимание, это является большим тормозом для, вот, так сказать, правоохранительных органов, чтобы не было беспредела, да? Это важный момент, собственно, вот, ну, наверное, как бы основную такую вещь, которую я хотел бы сказать, посоветовать Это, знаешь, опять-таки, такой важный, важный поинт, безопасность бизнеса в России, да, что, который, ну, за три минуты точно не обсудить, да, и... А международная экспансия – это безопасность для бизнеса? Вот та же Дода Пицца, например, развивает пиццерии и в Китае, и в Америке, и в Англии, и в других странах Теремок пытался выйти, но не получилось у него с рынком США Экспансия является защитой бизнеса? Ну, с моей точки зрения, конечно, является, безусловно, потому что, ну, скажем так, уже ты становишься такой, ну, большой компанией надстрановой, да, выходишь за ее пределы И это все-таки усложняет в некоторой степени, скажем так, возможность атаки со стороны недобросовестных товарищей, да, вот, и плюс ко всему, в любом случае, понимаешь, если ты занимаешься бизнесом, и ты исходишь с того, что твой бизнес только в пределах города или в пределах страны, то это все-таки такой доморощенный бизнес, да, то есть, изначально такой вот большой совет, скажем так, то, что вы делаете, вы смотрите сразу Можете ли вы аналогичные услуги предоставить в другой стороне мира? Вот если вы в другой стороне мира можете, значит, предоставить услуги, значит, то ваш бизнес реально конкурентоспособен То есть, если ты достиг масштаба бизнеса, и тебе уже тесно внутри страны, да, то вот тогда возникает такой сжатый эффект, да, и ты уже выходишь, так сказать, на другие страны мира, да, у нас тоже было 10 стран мира, и мы реально конкурировали, ну, и, так сказать, были первыми в Европе абсолютно точно, вот, поэтому Нужно наработать, вот, именно квалификацию внутри страны, то есть, тренироваться нужно здесь в песочнице, но это, это интересная задача, то есть, вот, так, одним словом, да, сказать, слушай, старик, смотри, давай-ка так, ты будешь три раза в день смотреть наверх, и тогда ты, собственно говоря, откроешь бизнес за границей, так не получается, более того, для этого работает огромное количество консультантов, да, то есть, нужно, каждый день нужно искать, вот, например, Чичваркин Женя, он что сказал? Говорит, я, говорит, пока не прошел все магазины, там, 200 или 300 магазинов он обошел, говорит, вот, я прошел 300 магазинов, и я понял, что ни в одном из этих магазинов я не хочу купить товар, потому что мне тут не улыбнулись, а тут, значит, там, то-то, то-то. И после этого, собственно говоря, я открыл винный магазин, да, и, так сказать, вот, сделал винный магазин, лучший в мире сейчас сделал, да, поэтому, ну, вот, смотри, например, да, я тебе такой, ты говоришь, как, вот, в таким настроении, как у тебя сейчас, да, точно слона не продать, да, то есть, понимаешь, да, Да у меня хорошее настроение. Да ну ладно. Ты себя видел на камеру? Сейчас сфотографируем, тебя отправим, выложим. Ладно. Насчет Чичваркина. Да выдохни. Нет, у меня все хорошо. Конечно, да. Все сумасшедшие говорят, что они не сумасшедшие. Не, я сумасшедший, это точно. Ну, это тоже вариант. Про Чичваркина. Я когда брал интервью у Потапенко Дмитрия, он сказал, что кейс Чичваркина крайне неудачный. То есть у него здесь, в России, была сеть. Первая, огромная сеть, которая по определенным причинам ему не перестала принадлежать. А в Лондоне он открыл один магазинчик, пусть он лучше в мире, но это совсем другая история. Вот путь Чичваркина как предпринимателя, он в своем представлении, он шел вверх или в какой-то момент действительно застопорился. Как вот оценить это достижение предпринимателя? Он должен стремиться к экспансии. Должен, что-то там это самое. Слушайте, смотрите, я скажу так тебе. Человек потратил свою, то есть всю свою жизнь создавал компанию Евросеть. Пришли, значит, гаврики и просто ее отняли, уничтожили. Вот если ты переживешь хотя бы десятую часть, тогда, может быть, ты поймешь. Я тебе не могу объяснить, да? Вот что-то он там должен. Никто ничего вам не должен. Слушайте, почему мы вам должны? Второе, значит, смотри, он сделал не просто магазин, а он сделал хаб по вину и сейчас через этот хаб поставляет вина в Сингапур, в Саудовскую Аравию, там, в 50 стран мира, да? То есть это не совсем магазин, да? Это второе. Третье. А вы откройте и сделайте лучший магазин в Лондоне. Попробуйте сделать, понимаешь, да? Поэтому, если бы Жене тогда не помешали, поверь мне, сейчас из Евросети там еще куча всяких бизнесов и направлений было, понимаешь? Поэтому, знаешь, а Потапенко Дима, да, он хороший парень, но пусть он сначала тогда уж, если на то пошло, так сказать, да, добьется объема, который был у Чичваркина, а потом поговорим, понимаешь? То есть, Дима только может, то есть, он хорошо критикует, Чичваркин плохой кейс, ну, давай, так сказать, Димка, чего ты, ты же меня знаешь, давай обгони Чичваркина и поговорим. Знаешь, а то такие вот сидят, тоже манагеры, блин, все, ну, а Чичваркин там попал, так вы обгоните нас, блин, и, блин, нормально все, блин, я скажу, вот, есть с кем поговорить, у тебя же нет миллиарда, понимаешь, о чем с тобой говорить? Мне интересно. Я надеюсь, ты понимаешь, то есть, знаешь, я скажу так, люди, которые не понимают этого, да, то есть, что это шутка, ну, они идиоты просто, ну, то есть, вот, смотри, я простую вещь вам сейчас объясню. Советский Союз отличается от сегодняшней России только одним, тем, что в Советском Союзе не было предпринимателей, понимаешь? Ну, искусственно. Вот все остальное, вот, сейчас ты посмотришь, вот все, дома, машины, там, еда, костюмы и так далее, это все сделали предприниматели. Чиновники живут за насчет, потому что, с чего они живут-то? Ничего, то есть, это налоги, понимаешь, да? То есть, и так далее. Поэтому, я вообще считаю, что, более того скажу, земной шар стал земным шаром, потому что были предприниматели, потому что предприниматели – это первые опассионарии, все мореплаватели были торгашами, понимаешь, да? Ну, то есть, фактически, предпринимателями, это какарицы, то есть, мы сейчас не будем там квалификацией, то есть, для чего корабли запускали, чтобы туда съездить, обменять что-то и привезти, и заработать на этом, понимаешь? Поэтому предпринимательство – это вообще самая опассионарная профессия. Все ли должны быть предпринимателями? Я такого не сказал. Но, смотри, я считаю, что каждый человек в своей жизни должен хотя бы раз попробовать побыть предпринимателем. Дальше ты можешь решить, оставаться себе предпринимателем или не оставаться, но это компетенция. Если ты за свою жизнь ни разу не был предпринимателем, то, ну, как-то, в общем, что-то ты в этой жизни потерял, понимаешь? Так же, как нужно хотя бы там два раза в месяц встречать рассвет, так сказать, и провожать закаты, понимаешь? Нас в основном смотрят, конечно, предприниматели, но есть и ребята, которые являются там наемными сотрудниками. Вот наемные сотрудники, я расскажу. Наемные сотрудники, вообще, мы сейчас готовим отдельно программу, значит, мы научим наемных сотрудников, как приходить к хозяевам компании и убеждать их, что они должны стать тоже акционерами. Вообще, разговор про деньги, я сегодня обсуждал это уже с Петей Осиповым, БМ, что не всем доступна вообще возможность говорить о деньгах. работодатель, подчиненный, и некоторых просто ломает эта история, то есть, как подойти к работодателю, сказать, там, или хочу большую зарплату, или обсудить, в принципе, свой гонорар за что-то. Есть здесь какие-то советы, как вот этим ребятам, условно, там, на примере какого-то там, писателя, да, смотрите, к издателю приходящего. Значит, еще раз, да, значит, если ты думаешь, что можно за две минуты сказать, ребята, смотрите мне в глаза, ровно завтра в 11 утра вы подойдете к своему акционеру-директору и скажете все, что вы думаете, и если вам не даст 10% акций компании, то 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 то. Конечно, нет, не так, да, безусловно, то есть, для этого нужно подготовиться, то есть, грамотно пройти определенную, так сказать, акселерацию, да, то есть, не так просто, вдруг проснулся и прибежал, и говоришь, хозяин, ты теперь мне будешь платить больше, ну, соответственно, тебя пошлют, да, то есть, я считаю, что вообще, вот в малом предприятии, например, в малом и среднем бизнесе, все должны быть акционерами, там не должно, даже секретарша должна быть акционером малой компании, секретарша или помощник, там и так далее, не важно, вот все. А как это будет работать? Секретарша же, ну, акционером кто является? Человек, который участвует в процессе, разумеется, секретарша участвует каким-то образом в процессе, но она же не имеет возможность контролировать результат. Ты просто плохо знаешь бизнес, секретари иногда решают больше, чем директора предприятия. Ладно, согласен, плохой пример. Уборщица. Смотри, послушай, стой, смотри, ты сейчас пытаешься опять-таки, да, вкрутиться в эту историю. Я говорю о следующем, что если вы, значит, вы работаете в компании малого и среднего бизнеса, то изначально нужно ставить задачу себе, чтобы стать, там, завтра или послезавтра, стать акционером этой компании, с акционером этой компании и так далее, вот это переход принципиально, да, на другой уровень, понимаешь? Нет, это интересная картина мира. Слушай, у меня вопрос, ну, как бы, ты понимаешь, смотри, ты какой бизнес вел вообще в своей жизни? Наша компания занимается упаковкой франшиз. Наша компания, это все фигни. Моя компания, я являюсь владельцем, ну, у нас семейный бизнес, я мама и брат, мы являемся совладельцами компании, мы занимаемся 15 лет, одни из первых были на рынке упаковки франшиз, ну, это создание франшиз, разработка продажи и так далее. То есть, в принципе, я, ну, немножко погружался в бизнес. Но представить, что, допустим, все наши сотрудники будут акционерами, мне тяжело... А почему нет? Зачем им это? Подожди, стой, секундочку, я тебе... Хорошо, вопрос первый, зачем мне это? Стой, я тебе объясню, зачем тебе это? Потому что совершенно... Окей. Не, не так. Смотри. Доказано в мире, что самый неэффективный труд это труд рабов. Человек, который получает заработную плату, я утверждаю это, ничем не отличается от раба. Я не считаю, что у нас рабы работают. Нет. Это твое дело, смотри, ты можешь обманывать себя, я тебе говорю о том, что любой, все наемные сотрудники, по менталитету и по условиям там, собственно говоря, являются рабами. точка, да? Вот в таких бизнесах, тем более, как там то, что ты сказал, там наоборот, вот, как тебе... смотри, масштабирование, да? Нет, давай не так. Давай по-другому поступим, посмотри. Легко. Значит, это отдельная программа, да, перевод, то есть у нас вот просто отдельная задача, да, мы занимаемся... где? На ютюбе? Сейчас, подожди, смотри, сейчас вот как раз там все принимают участие, ты видел там, может быть. Значит, я считаю, что единственный способ сделать так, чтобы в России не было бедных, это сделать так, чтобы у людей, у всех была возможность становиться акционерами компаний, и, как где работаешь, да, так же и других компаний. До последнего момента эта штука не летала, почему? Потому что миниоритарных акционеров, да, как правило, у нас в стране особенная специфика, так сказать, обманывают, дивиденды не платят и так далее, да, хотя во многих странах мира, собственно говоря, развитых, каждый человек, помимо того, что работает, он еще где-то является акционером, да, и получает дивиденды, и эти дивиденды приносят иногда больше дохода, чем, собственно говоря, его заработная плата, как таковая, то есть это изменение менталитета, понимаешь? Вот когда у нас в стране каждый человек будет иметь хотя бы одну акцию, значит, любого какого-то предприятия, принципиально изменится взгляд у людей, принципиально изменится менталитет и психология, поэтому сегодня с учетом технологий, связанных с блокчейном и смарт-контрактами, возможно создание таких систем, когда миниоритарные акционеры будут точно чувствовать себя спокойно и получать доходы и принимать активное участие, понимаешь? То есть поверь мне, что если у тебя маленькое предприятие, то да, это сложно общаться, знаешь, как это, я должен буду разговаривать с секретарем или с помощницей на равных, они говорят, я же акционер, она акционер, понимаешь, да, но это принципиально тебя выведет на другой уровень, пока ты рабовладелец, потому что у тебя работают только наемные сотрудники, точка, и спорить здесь бессмысленно, твое право, да, оставаться в этой концепции, собственно говоря, или если ты хочешь сделать вау, то есть если ты не хочешь сделать вау, да, прорыв, то не надо ничего ломать, не надо ничего менять, понимаешь, если ты хочешь вау сделать, вау невозможно сделать одному сегодня, вау можно сделать только, значит, так сказать, синергии объединенных людей. Тут помимо синергии еще должно участвовать как-то государство, чтобы это все легитимно сделать, но пока что такая история невозможна, насколько я понимаю, с точки зрения законодательства, чтобы все сотрудники были акционерами. Почему? А ты можешь раздать всем сотрудникам акции, какие проблемы-то? То есть это возможно? Конечно. У меня с акционерными обществами очень плохо, поэтому я уточняю у профессионала. Да, конечно. То есть я могу прямо сейчас, секретарю завтра прийти, мне Сергей Полонский сказал, что ты... Нет, смотри, я не говорю, я говорю о том, что... Рассказал мне об этой теории. Это целое, то есть нужно провести определенную работу, понимаешь, завтра ты дашь акции, а ты можешь только хуже быть. То есть нужно собраться со всеми, обсудить, поговорить, значит, там и так далее. То есть, во-первых, это один из способов, понимаешь, что, смотри, сегодня там, в связи с увеличением пенсионного срока, да, то есть это тем более становится актуальным, потому что только если ты являешься акционером, да, или являешься, значит, предпринимателем, ты сам можешь решить, когда тебе выходить на пенсию. И какая она у тебя будет, понимаешь? Окей. Так. Хотелось бы о канале поговорить. Зачем он тебе? Что это? Это создание новой репутации, нового образа, нового имиджа, или это попытка там продвигать какие-то программы, задачи? Зачем канал? Что там может увидеть, во-первых, зритель, но прежде мне интересна вот мотивация личная, для чего он создан был в свое время? Это сейчас необходимое новое медиа для предпринимателя? Да. Ну, во-первых, когда вы еще не знали, что такое канал, что такое Canon, у нас уже десять лет назад был запущен проект онлайн, когда мы показывали на всю страну, как вести бизнес, и как строить, и как вести переговоры, и так далее. Поэтому, так сказать, в данном случае, наверное, знаете, просто вот одного этого уже достаточно, да, я не собираюсь сейчас, значит там, как сказать там, давайте заходите к нам на канал, вы все увидите, все увидите, да. Значит, когда? Есть время, есть время, смотри, ты ведешь себя как следователь, я не закончил говорить, ты меня перебиваешь, задаешь вопрос, когда, да. мне кажется, я надо пройти школу, брать интервью, ты не умеешь брать интервью, неинтересно с тобой, ну реально неинтересно, мне просто неинтересно, мне скучно с тобой. Петличку тогда снять. Да, конечно, ты же видишь, я уже даже снимаю, ну старик, ну мне скучно с тобой, ну просто реально, ну умереть можно, ну. Не твоя тема, не твоя, поменять, простите. Франшизой упаковывать, да? Ну как взять и вот, ну нафига тебе вот, ну не так, как не берут интервью? Ты чего? А как? Ну может быть не учат? Бесплатно я тебе сейчас расскажу?